Боевики обстреливали позиции украинских военных и запускали беспилотники. Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 9 августа. При этом оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и запускали беспилотники. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу штаба АОС в Facebook. В районе населенного пункта Пивденное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Широкина враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А в направлении Новолуганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели агонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новоташковского враг дважды открывал агонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки оккупанты обстреливали украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди подразделений объединенных сил нет, уточнили в штабе АОС. Напомним, что на Донбассе продолжаются обстрелы даже на выходных. ОБСЕ зафиксировало напряженную ситуацию в районе Золотого. Ранее сообщалось, что один боец погиб и еще двое были ранены в результате обстрела. Боевики применяют запретное оружие на Донбассе.